Вполне суровая обстановка. Это вот Амур с низовым ветром так. Художество вытворяет, как и видно, что волны уже вполне штормовые пошли. При глубине 6 метров. Вот цену тут вот Нижнего Амура. Это очень ценная книга. Потому что у нее тут есть даже дарственная надпись. Вот моему Юрию Викторову в день рождения от коллектива водного транспорта. 1993 год, но он уже тогда ушел. Но тем не менее, ДСПА на него. Вот мы идем в Кайдановские перекаты. Проконим 25 километров экстрима. Трудные для ориентирования, особенно ночью. Швина тут, значит, река. Судоходство такого, как видите, нет. Если было судоходство, то взял вода гора 348 метров. Сейчас поближе к ней. Пирамидки в океанской, скорее всего, прицелезать. Еще и потом ушла ходит даже. Карабль из этих волоков. А там ветер уже крепкий. Достаточно сильный. За ней дыра еще выше. 360 метров. По сравнению с теми, с километровыми. Это уже километр. Казата этого хребета. Которому идет наш курс. То есть Амур повернет и пойдет к этому хребету. Под ним будет проходить. Там он сузится опять. То есть если мы тут видим. Вот справа, Саш, видишь, какой-то знак там или что? Ну просто может это как мигает. Опасность или еще красный. Не высказали на этом. На берег. Здесь вот широкая группа. Потом она сужается между грибтов. Опять он пойдет. Ебаномой! Конечно, не страшно, но удивительно просто. Кому в этом году меня уже два раза удивил. Как раз удивляетесь летним. Вопросы о центровке, закупуске и так далее. Хорошо, что яфта морская. Глубина уже тут больше. Мы уже проходим третий гребень перекатов. Здесь уже глубины на метр, на полтора больше, чем в основном. Таких мелких не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!